На прошлой неделе в медучреждение региона с признаками ОРВИ обратились 4014 человек, из них во Владимире 1346. Как сообщает Роспотребнадзор области, показатель заболеваемости населения острыми респираторными инфекциями по сравнению с предыдущей неделей увеличился на 2%. Рост заболеваемости фиксируется в детских возрастных группах от рождения до 2 и от 7 до 14 лет. Из 308 проведенных лабораторных исследований специалисты обнаружили рин, адена и бака, коронавирусную инфекцию. Заболеваний гриппом не выявлено. Жители сел и деревень Владимирской области смогут бесплатно сделать флюорографию. Три передвижных флюорографа в августе привезут в отдаленные населенные пункты Собинского, Ковровского, Визняковского и Меленковского районов. Пресс-службе Минздрава по региону рассказали, что местным жителям не придется стоять в очередях и записываться заранее. Передвижной флюорограф будет приезжать часам к 8-9 утра в зависимости от отдаленности населенного пункта и пробок. Медики будут работать практически до последнего посетителя. Передвижной флюорограф выезжает в районы не первый раз. Происходит это каждый месяц. Главное следить за расписанием. Однако прибор можно привезти не в каждый населенный пункт. Это зависит от возможности подключения. Расписание выездов в районы можно посмотреть в новости, выложенные на нашем сайте 6ТВ.ру. Жители 28 муниципальных образований скинулись на благоустройство и получат софинансирование. Как сообщается на сайте правительства области, в качестве добровольных пожертвований жители населенных пунктов собрали более 12 миллионов 627 тысяч рублей на инфраструктурное развитие и благоустройство своих населенных пунктов. Аналогичные суммы в муниципалитеты направят из областного бюджета по действующему законодательству. Постановление подписал губернатор Александр Авдеев. Средства пойдут на конкретные проекты, которые хотят жители, но, вероятно, не потянут бюджеты сельских поселений, районов и городов. В частности, это мощение и ремонт дорог, обустройство детских площадок, спил абарийных деревьев, установка освещения. Анзор Саралидзе официально вступил в должность ректора ВЛГУ. Он будет возглавлять вуз ближайшие пять лет. Как сообщают в пресс-службе университета, выборы ректора прошли еще 16 мая. На конференции присутствовали 155 делегатов, студенты, преподаватели и сотрудники. Анзор Саралидзе получил 146 голосов. Аттестационная комиссия Минобранауки России тоже приняла решение поддержать кандидатуру Анзора Саралидзе. Таким образом, он был переизбран на третий срок. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования России Валерий Фольков.